Мы радуемся отмене карантина, ждем открытия ресторанов и кинотеатров, мечтаем поехать в отпуск, навестить близких в других городах. Ситуацию с COVID-19 называют управляемой, но праздновать победу над коронавирусом пока рано. Пока инфекция есть, она никуда не ушла. Передается от человека к человеку при близком контакте в закрытом помещении. Вот на этом этапе очень важно, очень крайне важно минимизировать риски передачи инфекции. Мы не хотим менять привычки и мечтаем хорошо отдохнуть летом, сходить в горы, поплавать в море, побывать в новых или хорошо знакомых местах. Но в современных реалиях отдых должен быть не только приятным, но и безопасным. На Кубани открылись санатории, гостиницы, отели и пансионаты. Все они должны работать с соблюдением требований Роспотребнадзора. Обязательно проверка температуры у гостей и сотрудников. А вот тест на коронавирус будут сдавать только те, кто приедет лечиться в санаторий. У нас и в отсутствии коронавируса завозили инфекционные заболевания отдыхающие. Ну, это всегда локальная ситуация. То есть, в принципе, они не смогут повлиять в целом на эпидемический процесс и дать какого-то резкого всплеска. Поскольку наша система здравоохранения сейчас настроена на максимальное выявление заболевших и их изоляцию. Вот если это будет происходить, либо если эти люди селятся в санаториях, там все тоже хорошо понимают. Роспотребнадзор будет следить, чтобы курорты не стали очагами распространения инфекции. Ответственность несут не только специалисты этого ведомства, но и руководители санаториев и гостиниц. Это в общих интересах. Они и себя же должны как-то защитить от вот такого источника. Человека всякое может случиться в жизни, он может быть и в инкубации, может также быть бессимптомным носителем. И несмотря на все проверки, справки, как-то инфекция может проскочить. Поэтому на сегодня важно уберечь каждому самому себя, соблюдая масочный режим и перчаточный режим. Многих волнует вопрос, насколько оправдан масочный режим. Особенно летом, в жару. Не носим ли мы защиту напрасно, если рядом с нами никто не чихает и не кашляет? Источников много. И 70% этих источников – бессимптомные формы. Это тот самый невидимый враг, в кавычках, который может находиться в организме человека, незнакомого вам, ничего не подозревающего и стоящего рядом, не кашляющего, ничего не делающего. Поэтому на сегодня очень-очень важно всем вместе поддержать эпидситуацию вот такими превентивными профилактическими мерами. Достаточное количество заражений идет в семейных очагах. То есть человек где-то пообщался, что-то принес семью и заболевают его близкие. Волнует наших граждан и другой вопрос. Не спровоцирует ли постоянное ношение масок, бактериальную инфекцию или заболевание дыхательной системы? Врачи уверяют, что это невозможно. Тем более маска обязательно только в закрытом помещении. Категорично и строго надевать маску, когда вы с зоны отдыха или прогулок переходите в закрытое помещение. Спрогнозируйте свою прогулку, поскольку это важно, нужно. И особенно вот в этих условиях снятия ограничений. Мы хотим, чтобы ограничения снимались дальше, чтобы был летний оздоровительный сезон, чтобы было детское лето. Как сделать безопасным пляжный отдых? Защита отдыхающих – в первую очередь дело самих отдыхающих. Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, которые помогут защитить вас и ваших близких от заражения инфекцией. Нужно помнить, что передается коронавирус преимущественно воздушно-капельным путем. Любой рядом стоящий человек может быть бессимптомным носителем. Как защитить себя и своих близких от заражения на прогулках и пляжном отдыхе? Сохранять социальную дистанцию с другими прохожими и отдыхающими. Надевать маску при входе в закрытое помещение, магазин, аптеку, на заправочную станцию. Надевать перчатки при контакте с поверхностями. Часто мыть руки и пользоваться антисептиками. По возможности носить очки, которые защитят слизистую глаз. Стараться не прикасаться к лицу. Не нужно впадать в крайности, уточняют медики. Некоторые люди стали панически бояться выходить на улицу. А вот так называемые ковид-диссиденты отрицают сам факт коронавируса. Они не соблюдают правила гигиены, социальную дистанцию и масочный режим. Кстати, детям до 7 лет ношение маски не обязательно. Она им мешает, и малыши, пытаясь ее снять, чаще трогают лицо и глаза. А вот детям старшего возраста и подросткам маски надо надевать. Спортсменам и физкультурникам тоже. Маска, находясь на лице, она дополнительно напоминает человеку о том, что не стоит касаться лица. И мы боимся, собственно говоря, не касания самой кожи. Заражение происходит через слизистую оболочку. Нужно максимально контролировать движение своими руками, во-первых. Во-вторых, желательно использовать напульсники, налобнивые повязки для того, чтобы уменьшить вероятность касания руками лба и лица. Главное в борьбе с ковидом – гигиена. Нужно часто мыть руки, придя домой, на работу, до и после занятий спортом. Если тренировки проходят на свежем воздухе, желательно носить солнцезащитные очки. И, конечно, везде соблюдать дистанцию. Для занятий спорта она увеличена, расширена до 5 метров, согласно рекомендациям. И это не просто так. Это обусловлено тем, что при занятиях спортом человек более интенсивно дышит. В результате образуется аэрозоль в дыхательных путях, который имеет тенденцию к более широкому распространению. Поэтому той дистанции в полтора метра уже недостаточно для безопасности. В связи с этим необходимо использовать расширенную дистанцию. Как защитить себя при занятиях спортом? Стараться тренироваться на открытом воздухе, в жаркую погоду заниматься спортом в тени, всегда брать с собой бутылку с водой, сохранять социальную дистанцию 5 метров, надевать маску, носить очки в солнечную погоду, не забывать о защите глаз, стараться не трогать лицо, обязательно делать разминку. Избегать тяжелой нагрузки после выхода из режима самоизоляции. При ухудшении самочувствия сразу же прекратить тренировку. Многие из-за самоизоляции утратили прежнюю физическую форму. Врачи советуют бережно относиться к своему организму, избегать тяжелых нагрузок. Любая тренировка должна начинаться с разминки. В изоляции все люди снизили свою физическую активность. Выход в режим физических нагрузок, которые были до режима самоизоляции, он должен быть максимально постепенным. И базовым считается после таких пауз начало нагрузок примерно с уровня в 60% от той нагрузки, которая была до того, как была сделана пауза в нагрузках. Если во время самоизоляции вы набрали лишний вес, не стоит паниковать. Возвращение к прежнему режиму вернет прежнюю форму. Но все нужно делать постепенно. Не садиться на жесткую диету и не изнурять себя тренировками. Если у вас значительно вырос вес за этот период, вам нужно максимально бережно относиться к своим суставам, потому что повышенный вес увеличивает значительно нагрузку на суставы. И упражнения, которые вы делаете, должны максимально их беречь. Соответственно, с повышенным весом не рекомендуется большое количество осевых нагрузок, таких как бег, прыжки, приседания. И так далее. Лучше сделать акцент на другие упражнения, которые дадут вам достаточную кардиотропную нагрузку и при этом не будут воздействовать пагубно на суставы. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно быть предельно осторожными. Отмена ограничительных мер не делает их менее уязвимыми перед вирусом, напоминают врачи. В чем вся проблема? Все пациенты, которые заболевают коронавирусной инфекцией, у них, конечно же, начинается проявление в виде респираторных нарушений, присоединяется пневмония. И вот у тех пациентов, у которых форма заходит в тяжелую стадию, у 30% этих пациентов развивается почечная недостаточность, в том числе и острая почечная недостаточность, которая требует заместительной терапии, в том числе искусственной почки. И если пациенты изначально страдали хронической почечной недостаточностью, у них были любые заболевания почек, конечно же, это является провоцирующим фактором для более тяжелого проявления этой болезни. И тяжелее этих пациентов в дальнейшем проводить им терапию, этим пациентам. Не нужно бояться ехать в санаторий, если для вас это жизненно необходимо. Достаточно соблюдать правила личной безопасности и в пути, и на отдыхе. Мы, естественно, не рекомендуем посещать места, где будет массовое скопление пациентов. Для такой группы пациентов выделены определенные территории, в том числе и в медицинских учреждениях, где они будут меньше контактировать с другими пациентами. И риск заболевания, и распространение инфекций, и прогрессии заболеваний намного ниже будет. Этим пациентам, естественно, нужно соблюдать все те же меры предосторожности, которые мы с вами соблюдаем сейчас, в это непростое время. Все рекомендации, которые пациентам давались изначально, независимо от того, есть коронавирусная инфекция или нет, они обязательно все это соблюдать должны. Дело в том, что, конечно, мы им рекомендуем, вот тем же пациентам, страдающим хронической почтой недостаточностью, ограничить употребление соли, снизить количество употребляемых белков. Эти рекомендации не меняются, если пациенты имеют подозрение на коронавирусную инфекцию. И, конечно, они все это должны соблюдать. Заболеть коронавирусом может человек любого возраста. Ни один врач не даст гарантии, что инфекция не приведет к осложнениям. Поэтому при первых признаках недомогания нужно звонить в скорую. Самолечение смертельно опасно. Если вы почувствовали недомогание и температура 37 и выше, обращайтесь к врачам, не тяните. Но врачи уже достаточно четко могут отдифференцировать все симптомы. И лучше для всех будет, если вы попадете к врачам, тем будет лучше для всех. Симптомы коронавируса. Повышенная температура, озноб, кашель, чаще сухой, без выделения мокроты, боль в груди и чувство сдавленности, затрудненное дыхание. В редких случаях насморк, головная боль, слабость, потеря аппетита, потеря обоняния. Людей, которые имеют иммунитет к инфекции, с каждым днем становится больше. Но так называемая иммунная прослойка населения еще не сформировалась. Нужно быть осторожными. Говорить о полном снятии ограничений и возвращении к полноценной жизни пока рано, уверены врачи. Есть некоторый элемент расслабления, который не должен сейчас наступить в сознании. И мобилизовать нас для того, чтобы мы пока не все себе разрешили. Ровно для того, чтобы сберечь себя и свою любимую семью. Важно не только слушать рекомендации Роспотребнадзора, но и слышать их. Это залог безопасности всех и каждого. Еще раз повторюсь, что сегодня мы должны перейти к прицельной работе с семейными очагами. То есть там, где человек волей и неволей занесет свою семью. Ну пусть каждый подумает, хочет ли он принести вирус в свою семью. Я думаю, что не хочет.